Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение Федеральная экспертная служба Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний Глава службы Доктор медицинских наук Полковник Галина Рогозина Ее заместитель Майор милиции Николай Круглов Программист и биолог Иван Тихонов Майор спецназа ГРУ Сергей Майский Патологоанатом Валентина Антонова И баллистик-трассолог Лейтенант Татьяна Белая Сегодня им предстоит раскрыть новое дело Валентина Антонова Проект Первого канала След Старший лейтенант Кузнецов По свидетельствам очевидцев Срыв произошел примерно в 15.20-15.25 Судя по обломкам, взорвался скутер Находился он здесь По радиусу разлета здесь Грамм 200 тратила была Не меньше Шостов посчитает Разрешите? Я посмотрел фрагменты сидений Скорее всего без оболочка И без поражающих элементов Скорее всего грамм 300 тратила Ты специалист? В армии сапером служил Ну и так интересуюсь Дамочка каталась Или катали Так, ребят, ну подойдите сюда Значит так, сейчас Аккуратно по пакетам раскладывайте Частицы металла Куски заряда Тело Да, фрагменты тела Кладите отдельно Ясно? Ну все понятно В лабораторию все надо забирать Да поехали Голова, кстати, обнаружена между гаражей Предположительно женская, да Но из-за того, что сильно обгорела Трудно сказать Судя по показаниям спидометра Скутер был совершенно новый Номера на двигателе целы? Да, сохранились Отлично читаются Галина Николаевна Все фрагменты тела С места взрыва Принадлежат одному и тому же человеку Это женщина Европейской расы Без наследственных заболеваний Нет, отпечатки пальцев Снять не удалось Да, кисти пострадали больше всего Я пробил скутер по номеру двигателя Скутер был куплен неделю назад В автосалоне Профит Покупатель Вячеслав Тимков 48 лет Солоделец компании Феррум Индестрис В настоящий момент Находится вместе с женой Швейцарии Привет, Игорек Здорово, Кольнишу Ну что, удалось выяснить Тип взрывчатого вещества Кость, не только тип Смотри При взрыве было использовано Три стандартных Сто-граммовых Толовых шашек Производство Фотяжского завода Кстати, без поражающих элементов ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Триста грамм. Так получается, я был не прав, а лейтенант прав? В смысле? А, ну-ну-ну. Так вот, продукция данного завода почти вся используется для взрывотехнических работ в горно-рудной промышленности. Оп. Угу. Эпицентр взрыва находился в районе сидения водителя на расстоянии примерно 70 сантиметров от земли. 70-70. Так что, получается, она бомбу в руках держала? Ну, получается. Вячеслав Александрович, пока ничего не известно, мы знаем только то, что скутер вашей дочери взорван сегодня днем. Вам необходимо срочно вернуться в Россию. Когда? Хорошо, наш сотрудник встретит вас в аэропорту. Ну что? Ну что, Тимков действительно находится в Женеве. Сегодня утром его жене сделали серьезнейшую пластическую операцию. Она находится в состоянии наркоза. Говорит, что скутер был подарен дочери Кате 20 лет на день рождения. Она является студенткой Московской горно-рудной академии. Тимков прилетает завтра утром первым рейсом. Встретишь его и привезешь к нам. Так, мобильный телефон Катии Тимковой перестал работать сегодня в 15.22. В районе улицы Большая Пролетная. Это соответствует и времени, и месту взрыва. А может, ты нашла и телефонный номер убийцы? Может быть. За минуту до смерти девушка получила смс-сообщение. Что в нем было, я не знаю. Это на сервере не фиксируется. А кто смс-ку послал? Если бы все так просто было. Сим-карта не зарегистрирована. Одно могу сказать точно, что это не единственное сообщение с этого номера. В течение последних двух месяцев наша Катя получила больше 20 смс-сообщений от неизвестного. И 7 отправила сама. А кому она еще звонила? Маме, папе и некой Светлане Макаровой. Скорее всего, это подруга. Мы с Катей лучшими подругами были. С первого курса вместе. Давайте к смс-кам вернемся. Когда это началось? Ну, месяца два назад, наверное. Сначала он Катьке парфюм прислал, потом французский шоколад, она его обожала. Потом билеты на концерты и все остальное. А кто он-то? Дед Мороз. Ну, в смысле, мы его с Катькой так называли. Потому что никогда не видели и подарки. Слушай, Катя, билеты уже все раскупили, да? А то что, мы с тобой все проспали. Это же сам Жан Йоханссон. Все в первый день раскупили. А может быть, Илью попросить? У него какие-то знакомые в Олимпийском. Да пошел бы он куда подальше, этот Илья. Я лучше совсем не пойду на концерт, чем его просить. Дед Мороз? Ну что, на этот раз ты не поверишь. Два билета на концерт. Жанна Йоханссон, четвертый ряд. А записки нету? Улетел к себе в Лафландию. Представляешь? Я от этой геологии с ума сойду. Тоска смертная. Да, здесь тебе никакой Дед Мороз не поможет. Катя! Кать! Это тебе! Прислали с курьером. Ученье свет, не ученье, чуть свет, не доработал. Катюш, от кого это? Дед Мороз? Он всегда ей прислал то, что она действительно хотела. Ни разу не ошибся. На день рождения ей прислал телефон, который даже в России еще не продается. Она такое очень хотела. И что же, она не пыталась выяснить, кто это? Встретиться с ним? Конечно, пыталась. Но когда она звонила ему или отправляла смс, у него был постоянно выключен телефон. Он включал его только тогда, когда сам хотел смс кинуть. Она даже каких-то своих знакомых напрягала, чтобы номер пробили. Но сим-карта оказалась не зарегистрирована. Надо бы плотни заняться этим Дедом Морозом. Пусть Шустова пробьет все его звонки за последний год. Хорошо. Катька вся извелась от любопытства. Неделю назад отправила ему ультиматум. Ну, 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 а чего займите Морозом? Дескать, либо мы встречаемся, либо я прекращаю принимать твои подарки, отвечать на смс. Так, а он чего? Он пять дней молчал, а сегодня прислал смс, что сегодня встретимся. И после лекции она к нему и полетела. Дескать, тебе зачем понадобилось? Пока не знаю. Понимаешь, Николай Петрович? Этот диск погибшая слушала во время взрыва. Он был у нее в сети проигрывателя, а проигрыватель был включен. Что в этом странно? Я тоже диски слушаю. Да, но меня смущает вот это. Домашний андрец. Номер паспорта. Игорь, сейчас полно самопальных дисков, маркером написано все. Я такой пиратский диск даже у Рогозиной в кабинете видел. Да что вы! Но все равно я должен это закончить. Слушай, а были ли у нее эти, ну, реальные, ну, ухажеры? Ну, сейчас ничего серьезного. А полгода назад она встречалась с Ильей Арбатовым с четвертого курса. Но у них что-то не заладилось. Катька его бросила, Илья тот еще кобель. Ну вот, пятьсот долларов. Никуда можно не ехать. Ясно? А мне платят? Мне платят. Катя, а что ты мне не звонишь давно? А ты что, Арбатов, теперь еще и девушками интересуешься? Таким образом можно предположить, что диск был не в коробке со взрывчаткой, а рядом с ней, возможно, перевязанной ленточкой. У меня все. А взрыватель приводится в действие открыванием крышки коробки. Итак, что же у нас получается? Катя получает СМС-ку от Деда Мороза, едет к гаражам за очередным подарком, находит там коробку с диском, возвращается обратно к скутеру, включает диск, открывает коробку, раздается взрыв. Слишком немудренно. Два месяца прикармливать жертву безобидными СМС-ками, подарками, чтобы потом так зверски убить, придумано много гораздо более легких способов убийства. И потом. Зачем нужен этот диск? Значит, преступнику. Зачем это было нужно, чтобы жертва умерла именно так? Или именно сегодня? Я получила от сотового оператора список и локализацию всех звонков от нашего Деда Мороза. И что? Сим-карта была активирована два месяца назад. Владелец неизвестен. Все сообщения отправлялись с этого номера только Кате Тимковой. Звонков же не было вообще. Более того, судя по локализации, большинство всех выходов в эфир Деда Мороза состоялось с территории академии, где училась Тимкова. Или недалеко от ее дома. Понятно. Здесь мы ничего не накопаем. Ясно только одно. Катю целенаправленно готовили к убийству. Остается только понять, зачем. Ну, ей же неделю назад исполнилось 20 лет. Ну, а она же еще совсем девочка. Ну, что же это? Вячеслав Александрович, я понимаю, что вам сейчас нелегко. Нам необходимо осмотреть комнату вашей Кати и взять какие-нибудь ее вещи. Я никуда не поеду. Я должен оставаться с дочерью. Я... Я останусь. Так, не судя. Рассказывай. Тимков достаточно богатый человек. Владелец крупного пакета акций компании Феррум Индестрис. Данная контора владеет рядом горнодобывающих и перерабатывающих предприятий во всей стране. В прошлом Тимков горный инженер. Жена не работает. Свою единственную дочь Катю Тимков отправил в профильное учебное заведение, в горнорудную академию, чтобы со временем передать ей семейное дело. Я все дам и про этого Деда Мороза. Коля, ты еще здесь? А, выезжаешь домой к Тимковым? Подожди, возьми с собой Лену Шуствову. Я? Так вот, этот Дед Мороз. Уж очень он был осведомлен о жизни Кати. Поедешь с Кругловым, у Тимковых в доме обязательно должен быть жучок. Но не может не быть. Надо его найти. Илья Арбатов, если не ошибаюсь. Опять. Ее мать этого ж не выдержит. У нее сердце больное. А она только сейчас, после операции. Скажите, это компьютер вашей дочери? Ну, тут достаточно подожаровой для анализа ДНК. Компьютер мы забираем на исследование. Да, Арбузина была права. Есть. Я вам говорю, я вас перепутал. Ну, урод мне здесь один обещал Костя переломать, если от его бабы не отстану. Муж? Ну, вроде того. Ну, что вы мне, не верите? Да нет, нет, нет. Бери, бери. Извини. Ты потри, потри, потри. Ты мне знаешь, что расскажи? Ты последние эти два дня где обитал? Так, ну, на даче был под Москвой. Один? Ну, почему один? Нет, с друзьями, конечно. Нас 11 человек было. Так. Ну-ка. Давай. Пиши. Что писать? Фамилии, друзья, адреса, телефоны. Короче, давай, все, пиши. По времени все сходится. Жучок в квартире Тимковых установили примерно два месяца назад. Как раз тогда, когда активизировался Дед Мороз. Как узнала? Во-первых, по степени разряда батареи. А во-вторых, на жучке я нашла пыльцу бургузника. А этот бургузник в изобилии растет под окнами Тимковых. Погоди, что это нам дает? Насколько я понимаю, ни пота жировых, ни отпечатков на жучке не обнаружено. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, как этот Дед Мороз выбирал подарки своим жертвам. Скажите, а может быть, смерть Кати – это месть? Вам? Или угроза? У вас есть враги? Конкуренты? Враги? Да нет, вроде, у меня врагов. А конкуренты? Я ведь акционер. Человек не публичный. Никаких решений таких не принимаю. Если даже меня и… В общем, в бизнесе от этого ничего не изменится. Значит, вам никто не угрожал? Последний раз мне угрожали, ну, я не знаю, лет 20 назад. Я тогда устанавливал новое оборудование в Окопьевске. И там у нас погиб один рабочий. Взорвался. Причем по собственной неосторожности. Материальную помощь на погибшего выписали, но его отец наотрез отказывается получать деньги. Требует суда над руководством шахты. Сволочи! Убийцы! Берите моего сына! Я вам это так не оставлю. Я вас везде достану. Допустите меня! Он тогда еще долго бегал, требовал всех посадить, но так ничего и не добился. А директору домой звонил, звонил, угрожал. Чем закончилось дело? Да я ведь и не знаю. Мы ведь когда новую линию закончили, я в Москву вернулся. Ты долго встречался с Катей Тимаковой? С Катей? Да она здесь при чем? Что вы вообще от меня хотите? Я тебе говорю, давно ты с ней знаком или нет? Не знаю. Ну, с месяца. Значит, должен знать ее привычки, увлечения, вкусы. Какие вкусы? Ну, то, что в журналах глянцевых рекламировали, то она и покупала. Да дура она эта, Катя. Дура. Слушай, ты в этой одежде на практику ездил? На какую практику? Хотя, ты знаешь, я не уверена, что из-за расставания с девушкой он устроил бы такой дорогостоящий и опасный спектакль. Галина Николаевна, вы меня не дослушали, я же главное вам не сказал. Вы понимаете, где он был все эти три дня, как вы думаете? А я вам скажу, в городе Окопьевск на угольном разрезе, на практике. Так и что? А вот в том-то и дело, что в Окопьевске ведется разработка открытым способом. Закладывают динамитные шашки. И вот эти вот шашки там разбросаны, я не знаю, ну, собирай как грибы. И все фатяжского завода, Галина Николаевна. Только секундочку. Город Окопьевск. Угольно-добывающий карьер. К-238. Я не ездил. Что значит не ездил? А кто подавал отчет об успешно пройденной практике в деканат? Кто за него пятерку получил? Пушкин? Ну что, вообще все про меня знаете? Короче, с практикой тема такая. 500 баксов руководителю и можешь весь месяц гулять. Я понятия не имею, где Тальметьевск, Окопьевск вашу. Дело 15-летней давности о гибели шахтера на Окопьевском разрезе после отъезда Тимкова имело продолжение. Отец погибшего рабочего Озеров не успокоился и совершил покушение на директора разреза. Взорвал его машину. Взорвал машину? Представляешь себе? Директор чудом оказался жив, а погиб случайный прохожий. Было следствие. Озерову признали виновным. Он совершил кражу шашек и заминировал машину директора. Так, и чем все кончилось? Озерова осудили на 15 лет. Три месяца назад он вышел на свободу. Разрешите? Николай Петрович. Пришло письмо из Закопьевска. Извините. Так. Официально Озеров домой не возвращался. По крайней мере в милицию не попадал. Но вот что интересно. Два месяца назад бывший директор разреза утонул в пруду. Пошел пьяной купаться и утонул. Дело закрыли. Признали несчастным случаем. Так, надо Озерову срочно объявлять розыск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как успехи? На ноутбуке пальчики как минимум трех взрослых человек. Один из них Тимков. Сейчас посмотрим, что скажет анализ ДНК. Ага. Ну все ясно. Фото жировые на компьютере Тимкова, его дочери Катя. Ее ДНК частично совпадает с ДНК отца. И еще какой-то женщины. ТИНК. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Да, мы. Что? А когда? Утром? Очень хорошо. А мы можем его забрать? Образцы? Отлично. Я сейчас человека вам пришлю. Угу. Галина Николаевна. Да, Лен, заходи сейчас. Секундочку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Коля, у нас новость. Только что с Лубянки звонили. Они сегодня утром взяли Озерова. Шахтера нашего освободившегося. Ну да, пытался на Казанском вокзале оперативнику под прикрытием продать динамитные шашки. Шашки, кстати, фатяжского завода. Съезди туда. Да, и Озерова, и шашки они нам отдают. Ну давай. Извини, Лена, что у тебя? Я сделала сравнительный анализ. ДНК Останков и ДНК Кати Тимковой не совпадают. В каком смысле? Я три раза все проверила. У взорванной на скутере нет никаких пересечений ДНК ни с потожировыми Кати с ноутбука, ни с ДНК Тимкова. А как такое может быть? И кто тогда взорвался? Взорвалась женщина, которая пользовалась Катиным ноутбуком. ДНК погибшей и ДНК вот этой неизвестной с ноутбука совпадают. Так. Алло, ты сейчас где? Где? Ага, отлично. Отправляйся в горно-рудную академию, найди там подругу нашей Кати Тимковой. Света, кажется. Да, у нее как раз сейчас занятие. Да у нас какая-то путаница с этим взрывом произошла. Послушайте, Озеров, вас взяли с поличным. Вы пытались продать динамит. Взрывчатка того же Фатерского завода. Тимкову угрожали при свидетелях. Какому еще Тимкову? Инженеру вашего разреза, Вячеславу Тимкову. О, когда это было? Фамилию заброшу. Однако с бывшим директором вы разобрались, несмотря на прошедшие 15 лет. Или он сам в пруду утонул? Везде. Есть Бог на свете. Это гнид и тогда сам взрыв на шахте устроил, когда сын мой погиб. Заметал следы гаденыш. У него со склада пропало две тонны динамита. Вот он и забегал, как бешеный таракан. Боялся, что посадят. И вы решили отомстить. В первый раз не получилось. Вы решили повторить. Гражданин начальник. Мне за 15 лет на зоне мозги вправили. Мне не до мести сейчас. Жить негде. Да и не на что. Поэтому вы на вокзале динамитом торгуете. Света, ну постарайтесь вспомнить. Может быть, она кого-то подвозила. Я вам уже три раза говорила. Одна. Зачем вы опять о меня об этом спрашиваете? Дело в том, что я провел ряд следственных мероприятий и достоверно выяснилось, что это не Катя погибла. Как не Катя? А кто тогда? Не знаю. Вот. Вот, посмотрите. А что это? Вот этот диск погибшего слушала за несколько минут до смерти. Вы посмотрите внимательно. Может, узнаете почерк? Нет. Вы знаете, мне плохо. Можно мне на воздух? Плохо? Да вы что? Что-то, девушка, как же так? Водички налью. Попейте, попейте. И сейчас пойдете на воздух. Мы же вас не задерживаем. Знаете, что, Свет? Давайте я вас домой отвезу. Нет, нет. Спасибо. Я сама доберусь. До свидания. Вячеслав Александрович, кто еще мог пользоваться компьютером Кати? Никто. Она его никому не давала. Ни мне, ни матери. Доверки она, собственно, и не нужна. Ну, а я однажды сунулся котировки глянуть. Так от Кати тетрадкой по голове получил. Может, друзья какие, подруги. у Кати бывали в гостях? Была у нас пара каких-то мелких караж. После этого я запретил ей в дом водить друзей. Но для Светки я сделал исключение. Вот Светка, Светка, она правильный человек. Вот она очень, очень хорошо на мою Катю влияет. Вот. Влияла. Костя, чудес не бывает. Если взорвалась не Катя, то тогда кто? И где в таком случае сама Катя? Я не знаю, где Катя. Но я знаю, что Света жива, потому что я разговаривал с ней пять минут назад. А жена Тимкова находится в Женеве. Отходит после наркоза. Ну, пластику лица делала. Пластика? А что если... Да, да, Галина Николаевна, я тоже об этом сначала думал. Ну, что Тимков старую жену взорвал, а новую из Швейцарии привезет, но потом рассудив. Ну, бред это. Ну, сколько должно быть людей в курсе, а? А что мы гадаем? Круглов привез вещи Веры из квартиры. Пойдем послушаем, что скажет Шустова. Интересно, взорвалась не Вера Тимкова, а ее близкая родственница, возможно, сестра или мать? Мать ей умерла шесть лет назад. Сестры у нее никогда не было. Ну, не знаю, тогда дочь. А я, кажется, начинаю понимать. На скутере действительно взорвалась Катя. Вера ее мать, поэтому у них и схожий ДНК. Только Тимков не ее отец. Мы же нашли потожировые на ноутбуке Тимкова и Катя. Согласно сравнительному анализу, они кровные родственники. Что вы меня путаете? Нет, нет, здесь как раз все сходится. На ноутбуке обнаружены отпечатки и потожировые трех человек. Тимкова, его дочери и неизвестные, которая взорвалась на скутере. Если мы допускаем, что взорвалась действительно Катя, то получается, что она, во-первых, не дочь Тимкова, а во-вторых... А во-вторых, у Тимкова была еще одна дочь. И именно ее отпечатки пальцев были на клавиатуре ноутбука. Все! Луга вверх! Спасибо. И на ноутбуке, и на стакане фото жировые и пальчики Светы. Ее ДНК частично совпадает с ДНК Тимкова. Это точно его дочь? Адрес давай. Готово. Не понимаю, как такое может быть. Света родилась в Рудгороде, на Урале. Тимков там никогда не был. В этот же день в Москве родилась Катя. Света оказалась дочерью Тимкова, Катя нет. Так, Лен, срочно сделай запрос в Рудгород. Пусть поднимут всю информацию по Свете и по ее семье. А ты, Коля, отправляйся в роддом, где Вера рожала. Там тоже нужно все проверить. Ну вы отожмите этот дверь! Мужчина! А что, ничего нету, что ли? Что вы не можете отжать? Боже мой! Мужчина, что ли? Ах, так, так! Ну, в дорожку! Пусть поднимите, погони тебе два хлюпика! Господи! Господи! Боже мой! Пусть поднимите! Пусть поднимите! Галина Николаевна, Котов говорит. Птичка наша упорхнула, чьё гнездо напоследок не спалила. Каспекты жгла. Успел, успел. У нас теперь образец её почерка есть. В розыск надо свету объявлять. Вы давно работаете в этом роддоме? Шестой год. Вы не волнуйтесь. У нас в документации полный порядок. Найдём мы вашу Тимкову. Что? Быть такого не может. Она же есть у нас в главном журнале. Здесь должно быть её дело, но его нет. Подождите, дайте я посмотрю сначала. Не надо. Скажите, здесь убирают? Ну, как полагается, каждый вечер обязательно. Вы хотите сказать, что? Мне нужен полный список работников вашего роддома за последние три года. Как штатных сотрудников, так и работников по договору. Временных, всех. Ну, пойдёмте в отдел кадров. У нас с документацией полный порядок. Я вижу. Здравствуйте. О, Дарья Михайловна, мы как раз к вам. А к нам Светочка пришла наша. Макарова, с тортиком. Говорит, соскучилась. Я вот за водой. Чайку-то с нами попьёте? Обязательно. Отдел кадров, вторая дверь налево. Вам помочь? Отдел кадров уже закрыт. Приходите завтра. Да я бы пришёл. Но боюсь, что вас здесь завтра уже не застану. А вы, собственно, кто? Отгадайте. Точно, не Дед Мороз. Галина Николаевна, пришёл ответ из Рудгорода, из того города, где и Света родилась. Её мать умерла три года назад. А переехала она из Окопьевска. А Окопьевска. Двадцать лет назад, будучи уже беременными. А в Окопьевске Тимков работал на шахте. Да, они там работали вместе. И мать Света была там бухгалтером. Теоретически у них мог быть служебный роман. Ну что ж, одной загадкой меньше. Круглов её взял, допрашивает. Пойдём, посмотришь. Как я понимаю, разговора по душам у нас не получится. Ладно. Вот заключение графологической экспертизы. Почерк на диске идентичен вашему с конспекта и трудового договора из роддома. Вот экспертиза вашей дорожной сумки. В кармашке сохранились микрочастицы взрывчатого вещества. Идентичного тому, что вы использовали при взрыве. И, наконец, сравнительный анализ ДНК. Мы установили, что вы являетесь биологической дочерью Вячеслава Тимкова. Я думаю, что это и без нас вам хорошо известно. Папенькинг Генжат захотелось срубить по-быстрому. Да? Да что вы вообще понимаете? Какие деньги? Деньги я сама могу заработать. Я всю жизнь хотела иметь отца. Все 20 лет я хотела иметь отца. Мне мама только три года назад сказала, кто он, когда умирала. Мамуль, может быть, теперь ты мне скажешь? Портрет. У моей матери в Окопьевске был роман с Тимковым. Она надеялась, что он женится на ней. Но так не случилось. Он уехал в Москву и женился на Вере. Она сказала ему, что беременна. И он как порядочный человек женился. А моя мама осталась одна на третьем месяце беременности. Я твердо решила его найти. После смерти матери я приехала в Москву. И узнала, что у моего отца есть дочь Катя. Я как бы случайно познакомилась с ней. Поступила с ней в один институт. И уже через месяц мы были лучшими подругами. Я стала бывать у них дома. И поняла, что... Мой папа на самом деле прекрасный, честный и замечательный человек. А как же так получилось, что такой замечательный человек бросил вашу мать беременной? И почему у вас с Катей день рождения в один день? Я тоже этого долго не могла понять. Эти два вопроса мучили меня практически два года. Если верить письму мамы, то Тимков безвылазно сидел в Окопьевске. И он никак не мог быть отцом Кати. Все выяснилось случайно. Я устроилась работать в роддом, где рожала Вера. Катюш! Катюш, представляешь, вчера дочка тетя Нина мальчика родила. Так у нее вроде срок только через два месяца. Да, семимесячный. Ну, кошмар. Ну, почему кошмар? Я тебя тоже семимесячную родила. И вот посмотрите. Какая красавица, а! Вымохла. Да, есть она. Я решила все проверить. Устроилась уборщицей в роддом, где рожала Вера. Все записи в ее медицинской карте были сделаны в один день одной ручкой. И семимесячная беременность была фальшивкой. Катя родилась, скорее всего, нормальной девятимесячной. А это значит, что Тимков, который не был в это время в Москве, никак не мог быть ее отцом. Эта тварь Вера обманула моего папу и обманом женила его на себе, заставив к тому же воспитывать чужого ребенка. Дальнейший план был прост. Мой папочка должен был принадлежать только мне. Я решила убить кукушку Веру и кукушонка Катю. План с Дедом Морозом учитывал все. Труп Кати должно было разнести так, что пришлось бы делать ДНК-экспертизу для опознания. Тогда бы все и открылось. Сделали бы сравнительный анализ крови Тимкова, а не Веры. Отъезд Веры на операцию в Швейцарию был идеальным моментом. Как только я узнала об этой поездке, появился Дед Мороз. А где ты взяла динамит? Я в Рудгороде всю жизнь прожила. Мое детство прошло у мамы на работе в шахте. Вы думаете, динамит это проблема? Зная, что у Веры больное сердце, ты решила, что вся эта история со взрывом окончательно ее добьет? И тогда здравствуй, папа. Вам не понять. Вы не знаете, что такое быть совсем одной. Слушай, а жучок в квартире кто установил? Ей вроде незачем. Она и так там почти каждый день бывала. Да ладно, не бери в голову. Тимков позвонил сейчас назад. Говорит, что в машине жены нашел приемника жучка. То есть, получается, посла на его из ревности. То есть, по возвращению из Швейцарии им будет о чем поговорить. Продолжение следует... По hors derrain Church... Продолжение следует... Продолжение следует...